Резные табуреты, столики, скульптуры, картины и вышивка – то немногое, что сохранилось в коллекции, которую 40 лет собирал Альфред фон Вакана. Дворянин – купец первой гильдии. Он прослыл не только как основатель пивоваренного завода, но и как коллекционер. В 1919-м его коллекция мировых экспонатов насчитывала около тысячи экземпляров. До сегодняшнего дня дошло только 300. Это вещи очень высокого уровня, и это не просто какие-то случайно подвернувшиеся ему под руку работы, а целенаправленно собирал Вакана и его гражданская жена Мария Боредер. Они в 1900-е годы ездили по миру, они были в Египте, они были в Китае, в Японии и в Америке. В общем, они объездили, как я так понимаю, весь свет, и сюда они приобретали какие-то интересные вещи. Многие вещицы, приобретенные Альфредом фон Вакана в разных уголках мира, по миру и разнеслись. Что-то хранится в Эрмитаже, что-то в Пушкинском музее. Но все же большая часть коллекции осталась на русской родине австрийца – в Самаре. Из Китая через Египет и Древнюю Грецию в страну восходящего солнца начала 20 века. Альфред фон Вакана собирал уникальные предметы искусства, которые сейчас обладают огромной исторической ценностью. Таких фарфоровых ваз уже не осталось даже в самой Японии, зато ими можно любоваться в стенах Самарского музея. Бизнесмены, меценаты и путешественников фон Вакана в годы Первой мировой войны обвинили в том, что он шпионит для Германии. И после краткосрочной ссылки в Бузулук он вернулся в родную Австрию, где умер в 1929-м. Но для Самары он оставил ценнейшее наследие и, конечно, знаменитый завод, который популярен и сегодня. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.